Доверие — это когда я внутри смотрю на человека, смотрю на контрагента и могу сказать «Я всегда могу на тебя рассчитывать, могу на тебя положиться». Доверие — дико опасная штука, в то же время очень мощная. Они начинают отношения с тобой, как будто вы сто лет знакомы. Нифига, я только что увидел вашу рекламу. Я по умолчанию вам не доверяю. Кто вы такие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. CRM — Customer Relationship Management. Relationship. Это не про количество звонков, это не про воронку, хотя это дико важно. Это про отношения. А что может быть важнее в отношении, чем доверие? Мы очень часто изменяем доверие, которое есть. Мы часто его создаем, и мы измеряем глубину отношений по доверию. Повернитесь сейчас, посмотрите, если у вас рядом еще остались соседи, у которых еще не разряжен аккумулятор, и они пытаются сконцентрироваться на человечка здесь. Вы им доверяете? Вы им доверяете? Если это знакомые вы такие, ну, может быть. Они вам доверяют? А с чего? Я хочу сегодня поговорить о таких вещах. Что такое доверие? Как его можно потерять? Ну, самое интересное, наверное, как его можно создавать. Кто из вас хотел стричься, ну, хотя бы за последний год? Барбершопы — это тоже стричься, для тех, кто не в курсе. Кул, ходили. Слушайте, вы представляете все те ужасы, которые с вами может сделать парикмахер, или как это правильно сказать, барбершоппер? Ну, мы же как-то идем, мы как-то доверяем. Есть какой-то уровень доверия. У кого там была эта ситуация, когда вы в первый раз пришли стричься к незнакомому мастеру, и вы пытаетесь объяснить, и он не слышит, или она, и что-то делает не так, или делает вид, что вас не слышат. Если клиенты не изнасилованы, чтобы находиться с нами, то часто они с нами просто потому, что они нам доверяют. Что такое доверие? Наверное, самый близкий, теплый пример, который можно привести — это про отношения детей и родителей. Дети по умолчанию доверяют. Они плачут, когда чувствуют, что их доверие предано, и памперс не поменяны, и они не накормлены. Но плюс-минус они живут в светлом мире, в котором есть мама, в котором есть папа, и им стоит заорать, и там что-то появляется, и они не чувствуют в этот момент угрозы, и у них все хорошо. Доверие — это когда я внутри смотрю на человека, смотрю на контрагента и могу сказать, ты мне не навредишь, я всегда, не иногда, всегда могу на тебя рассчитывать, могу на тебя положиться. Если мы что-то такое говорим относительно компании, у нас есть к ней доверие. Если вы что-то такое говорите относительно мужа или жены, у вас есть к ним доверие. Сотовые телефоны, которые некоторые из вас компульсивно тыкают, ну просто потому что тыкают, вы не задумывались, что там так-то все в облаке? Что это фактически значит? Вы доверили всю свою личную жизнь, всю свою рабочую жизнь облаку. Это как-то незаметно произошло, да? Получили ли вы в ответ на это доверие какие-то возможности? Да, получили. Получили ли вы в ответ на это доверие какие-то риски? Да, получили. Доверие, с одной стороны, ты получаешь, когда есть доверие, у вас есть возможность что-то делать гораздо глубже, чем мы можем это делать, если доверия нет. Нет, когда вдруг есть ситуация, что доверие утрачено, мы лишаемся этих возможностей, но с другой стороны, каждый раз, когда ты кому-то доверяешься, ты раскрываешься. Инфа о ваших кредитных карточках может утечь. Даже в момент, когда вы даете карточку в ресторане, ее там куда-то уносят, все, ее вот так-то в этот момент могут фотографировать. Этого так-то достаточно, чтобы делать покупки в каких-то интернет-магазинах. Ну, вы же это отдаете, правильно? Ну, все норм, все хорошо. Доверие — это примерно что-то такое. Ты стоишь и доверяешь человеку, который сейчас стреляет из лука, что он попадет все-таки на 5 сантиметров выше твоей головы. Это то же самое, что мы делаем с компаниями, когда доверяем им хранить всю нашу информацию в облаке. Так? Теперь подумайте, какие возможности могут быть у моего бизнеса, если бы клиенты мне больше доверяли? Какие возможности могут быть у меня как человека, если бы вокруг меня было больше доверия, если бы люди мне больше доверяли? Доверие — дико опасная штука, и в то же время очень мощная. И, ну, наверное, там просто, чтобы создать сейчас чуть больше ясности. Я здесь сейчас не выступаю как гуру по доверию. Я много раз подводил, я подводил клиентов, я подводил близких людей. Но в процессе, я надеюсь, чему-то научился, продолжаю учиться. И я здесь просто потому, что сказать, что я в это верю, это дико важная вещь для меня, для меня лично, для бизнеса, в котором я. И поговорить, наверное, о том, чтобы вы тоже подумали о своем бизнесе, как можно в этом расти. Наверное, первая очень неочевидная штука, которая для меня связана с доверием, это штука проуязвимость. Давайте честно, когда вы видите мега успешного человека, который вам рассказывает, как у него все хорошо, и ты какой вопрос не задашь, нет проблем, он все везде успевает, он никогда никого не подводил, он везде молодец. У вас первая реакция какая? Он меня в чем-то накалывает, так? Ну и, конечно, есть желание сделать селфи или влог, но это уже другая история. Но чисто вот где-то внутри вы говорите, блин, что-то тут не так. Почему? Во-первых, вы знаете, что все хорошо не бывает, но, во-вторых, вы не чувствуете, что человек хоть чуть-чуть перед вами раскрылся. Выполняете заказы в срок? Да, выполняем. Все качественно? Да, все мега качественно. Все, никогда никого не подводили? Нет, никогда никого не подводили. Никогда никого не кидали? Нет, никогда никого не кидали. Все в соответствии с контрактом, в соответствии с контрактом. Сотрудники у тебя какие? Все у меня молодцы. Вы такие, блин, где ты мне врешь? Почему? Потому что мы в этот момент чувствуем, что человек в чем-то ненастоящий, потому что слабости, к сожалению, естественная часть людей. Когда мы чувствуем, что человек как-то закрывает за вот этим панцирем от нас свои слабости, мы понимаем, что с этим что-то не так. Но когда компании ведут себя таким образом, мы почему-то думаем, что это нормально. Все пишут одинаковые слова, все говорят одинаковые слова. Мы кто? Мы молодцы. У нас кто работает? У нас офигенная команда профессионалов. Мы что ценим? Мы качество ценим. Мы никогда никого не подводим. И в этот момент ты думаешь, блин, надо держаться от них подальше. Хотя, конечно, хочется верить в сказку. Другая штука, которую часто делают компании, они навязчивы. У кого из вас было, что навязчивые люди в отношениях, и вам просто от них бежать охота? Они стараются быть к тебе ближе, и чем ближе они к тебе стараются быть, тем быстрее ты хочешь от них убежать. Так? Опять же, компании делают именно это. Они начинают отношения с тобой, как будто вы сто лет знакомы. Нифига, я только что увидел вашу рекламу. Я по умолчанию вам не доверяю. Мы сейчас поговорим об этом чуть больше. Но они лезут к тебе. Ты подпиши условия, ты оставь номер карты. Кто вы такие? Это естественное желание быстро приблизиться к клиенту. Но на самом деле, что это делает с доверием? Разрушает. От вас хотят убежать. Что делать с доверием, когда у вас все всегда хорошо? Когда ваш продукт всегда для всех подходит? Тоже настораживает, тоже разрушает. Доверие нельзя требовать. Но доверие можно заслужить. Позвольте вам предложить некую аналогию. Аналогию банковского счета или весов. Она чуть-чуть механистичная, но простите меня, пожалуйста, за это. В любом отношении, в любых отношениях, будь то с брендом, будь то между людьми, есть некий счетчик, есть некий баланс. Я захожу на сайт, читаю там обещания. Мы молодцы. Наша компания молодец. Допустим, я этому поверил. Плюс 100 очков в условный кредит доверия. Я им звоню, и ребята не берут сразу трубку. У меня изначально были какие ожидания? Завышенные. Соответственно, когда они не взяли трубку, они для меня тут же ушли на минус 200. Я пишу им имейл, они опять не ответили. Минус 500, все, доверия нет. Дальше они мне могут прислать, догонять меня каким-то контекстом в интернете. Все, для меня их нет, они в отрицательной зоне. Я начинаю с кем-то общаться, и мне говорили про эту компанию, что как-то они кого-то подвели. Где мой кредит доверия? В плюсе или в минусе? В минусе. Я начинаю осторожно. Я тестирую их на маленьких вещах. Пионеры интернет-торговли, те, кто занимался этим много лет тому назад в этой стране, не помнят, что люди первые покупки делали на смешные суммы меньше 100 рублей. Почему? Доверие. Это максимальный риск, который они могли на вас поставить на предоплату. Вы им привезли за это какой-нибудь маленький CD-диск. Они такие, ага, привезли. В следующий раз я закажу два. Их кредит доверия на вас 200 рублей. Эта штука, как это ни странно, считается. И каждое действие, каждая транзакция, каждое взаимодействие с брендом что-то делает с кредитом доверия. Он либо растет, либо он падает. Когда он растет. Когда я даю обещание, и я его выполняю. Когда доверие есть, взаимодействие идет легко и просто. Ты чуть-чуть расслабляешься, ты не вычитываешь каждую строчку в договоре, ты делаешь заказ на большие суммы. Так мы устроены. Когда доверия нет, ты либо не заказываешь, ты либо делаешь заказ на меньшие суммы. Ты везде подозреваешь какой-то подвох. У доверия есть потрясающая огромная цена, которую мы, как правило, не сознаем. Ее лучше видно в личных отношениях, но с брендами, правда, работает это точно так же. И эта штука про целостность. Люди, я не знаю как, но нутром чувствуют, про что ты как основатель. Они нутром чувствуют, про что ты как компания. И обращают на это внимание. Целостность – это когда мне не страшно, что видеозапись с моего самого секретного совещания попадет к клиенту. Это значит, я там не называю клиентов козлами. Это значит, я там отношусь во внутренних разговорах с сотрудниками, отношусь к клиентам так, что мне не было бы стыдно перед самими клиентами. Там нет тайных трюков, там нет хитрых тарифов, там нет заранее продуманных механизмов китка. Понимаете, да, примерно о чем речь? Люди, я не знаю как, но люди как-то это чувствуют. И целостность возникает, когда ты даешь слово, и ты держишь слово, и ты правда действуешь в интересах клиента, и так растет доверие. А теперь самый подлый вопрос. Что происходит, когда вы, может быть, правда хотели, но не смогли сдержать слово? Уже понятно, что счетчик кредит доверия в этот момент резко падает вниз. Так? Мы все люди, все компании живые, мы, к сожалению, не можем все проконтролировать, и так бывает. Что с этим делать? Мне кажется, в этом самая потрясающая возможность. Не только восстановить, но создать больше доверия. Знаете как? Сознаться. И абсолютно искренно сказать, ребята, я дал вам это слово, я вас подвел, я не выполнил свое обещание, но я по-прежнему, для меня чертовски важно сделать вам хорошо, как я могу исправиться. И если в этом есть искренность, если в этом есть правда намерения вашего бренда, и клиент дает вам шанс исправиться, он может не дать. То есть он дает этот шанс, и мы его все-таки вывозят. Это делает с доверием абсолютно потрясающие вещи. Это про уязвимость, это про раскрытость. Все помните начало отверженных Гюго, когда главный герой попадает к священнику, и священник перед ним раскрывается, и у Вальжана есть возможность украсть, он крадет, священник видит, что его арестовывают, он раскрывается еще больше, говорит, чувак, ты еще подсвечники забыл. Вот же, я же тебе их подарил. Это переезжает его как многотонный локомотив. Он вдруг понимает, что кредит доверия, который был вброшен в него, гораздо сильнее самого Вальжана, и он, а, что-то поменялось, в нем что-то переключилось. Я буду теперь жить совсем по-другому, я тоже буду раскрываться. Доверие заразное. Недоверие потрясающе заразное. И мы все видели, как это парализует целые рынки, отрасли, страны, отношения между странами и организацией. Но целостность, уязвимость и открытость тоже потрясающе заразны. Они тоже могут менять, они тоже могут создавать эти штуки. Я думаю, часть из вас знает, я очень сейчас не люблю рассказывать про эту историю, но буквально там 3 года назад у 24-ки, у банка 24.ru звали лицензию. Для банка это просто апофеоз утраты доверия. Мы знали, что деньги на месте, мы были честны перед собой, мы знали, что всем все вернем. Но, блин, мы так переживали за клиентов. Это не то, что мы планировали так, но мы правда искренне переживали. И как это ни странно, мы не прятались от клиентов, мы общались, мы сказали, да, мы вас подвели. И клиенты сказали, да, мы вас подвели. Мы сказали, блин, ну мы рассчитаемся, вот вам инструкция, мы будем вас как-то, как можем, как мы сейчас ограничены, но мы будем поддерживать вас на этом пути. И клиенты помогли нам возродиться, стать тем, что сейчас называется банк-точка. И в первые же месяцы открытия многие из тех, кого мы катастрофически подвели в те дни, вернулись к нам. Мало того, что вернулись, привели своих друзей, потому что они знали, что в конце концов мы за клиента. Это очень тонкая штука, но когда мы чувствуем, что ваши с клиентом миссии совпадают, это не про обещания, это про то, что написано на сайте, но мы доверяем тем людям, относительно которых мы чувствуем, блин, чувак, мы с тобой про одно и то же. Давайте сейчас один ролик про это посмотрим, и потом еще второй. Включите, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин. Мы говорим, ребят, мы про то, чтобы делать мир удобнее для жизни, и вы про это же. Давайте как-то делать это вместе. Это доверие на уровне каких-то базовых ценностей, которые гораздо глубже правил и договоров, потому что они знают, что мы фундаментально про одно и то же. Давайте еще один ролик посмотрим про то, как бизнесы декларируют, зачем они на самом деле. Поехали! Я бы хотел, чтобы любые путешествия были доступны Спорт не проигрывал алкоголю Видеть больше улыбок Дышать свежим воздухом Чтобы нас окружали красивые буквы Чтобы людям было вкусно Хочу, чтобы школьники поступали в вузы своей мечты Здания не падали людям на голову Женщины были уверенными в себе Показать, что в России масса удивительных мест Чтобы каждая идея имела право на воплощение Чтобы люди работали по закону Чтобы каждый мог получить тортик Вовремя Чтобы у каждого был доступ к любой информации Инструмент для работы Возможность сделать свое открытие Заявить о себе Хочу, чтобы у каждого был дом Чтобы люди жили дольше Безопасность И понимали друг друга Представьте, каким будет мир Когда у предпринимателей все получится Точка. Банк для предпринимателей Дело не в деньгах Я очень хочу, чтобы у вас получилось Я верю, что не может получиться Когда ты не понимаешь, что это на самом деле дает клиенту И когда клиент, ваш клиент, клиент вашего бизнеса Не может сказать, да, мне это надо Они правда играют за меня Ребята в точке недавно отменили все KPI, не связанные с доверием Они сказали, давайте так Мы будем следить только за теми метриками За тем, что мы пообещали Если это написано у нас на сайте Если мы это пообещали акционерам Или пообещали сотрудникам Вот давайте это разбивать И давайте за этим следить Я не знаю, как у нас дальше с этим получится Но чуть-чуть уязвимость Правда не знаю Но мы очень хотим Делать так, чтобы Все, что мы пообещали Мы вывозили Если мы это не вывозим, чтобы мы приходили И говорили, блин, как мы можем Это исправить Задайте себе Попробуйте задать себе простые вопросы Как мой бизнес создает доверие Как часто мы его расплескиваем Способен ли я посмотреть этому в глаза Когда я подвожу своих клиентов И сделать что-то по этому поводу Я требую от них доверия Или сам первый Начинаю доверять своим клиентам Демонстрируя чуть-чуть уязвимость Желаю вам Клиентов, которым вы доверяете Которые доверяют вам Растите в этом Давайте менять мир к лучшему Спасибо Редактор субтитров А.Семкин